Я предоставляю слово Алексею Антоновичу Карпову в докладе «Конкьютерная паровая туристика. Основные задачи и достижения современной системы». Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо за приглашение на конференцию, пиатурские чтения. С Раймондом Генриховичем я встречался пару раз, когда был еще аспирант, я только начинал работать аспирант. Они сотрудничали активно с Косревым Александровичем, который был манитерным, руководителем, когда пришел работать. Вот поэтому для меня это большая часть вашей конференции. Сегодня я хотел бы представить доклад на тему компьютерной паралингвистики. Надеюсь, слайды вы видите. Я думаю, что вы лучше меня знаете, что такое паралингвистика в целом. Паралингвистика, для тех, кто не знает, я скажу. Паралингвистика – это междисциплинарный образ науки, который изучает различные невербальные аспекты в речи, текстах и многомодальной коммуникации. Такие как временные психофизиологические состояния человека, например, естественные эмоции, состояние опьянения, наличие болезней и так далее. А также более-менее постоянные особенности голоса диктора. Например, это акцент диктора, пол, возраст и так далее. То есть паралингвистика исследует вопросы, как речь произносится, а не что именно произносится. При этом паралингвистику не следует путать с экстралингвистикой, которая в плане речи изучает различные акустические явления, не связанные напрямую с речью. Такие как дыхание, пауза, хезитация и другие акустические явления. Мы занимаемся в нашей лаборатории речевых и многомодальных интерфейсов, занимаемся областью компьютерной паралингвистики, которая использует автоматизированные методы и средства для анализа паралингвистических явлений в устной речи, текстах и многомодальной коммуникации. Как известно из различных исследований, в среднем обычный человек говорит 10-20 минут в день всего. Это чисто речь без паузы. При этом информация, передаваемая словами, вербально, составляет менее 10% от общего объема информации. А на долю невербальных сигналов приходится более 90% всей информации. При этом мимика, позы, жесты, запахи, касания и прочее составляют примерно половину от всего объема информации межчеловеческого общения. А на долю голосовой невербальной составляющей приходится порядка 30% объема передаваемой информации, что очень большой объем. При этом в настоящее время в области компьютерной паралингвистики и вообще паралингвистики наиболее востребованной областью является распознавание естественных эмоций. С этой области я и начну. Значит, в области автоматического распознавания эмоций есть два подхода. Основных. Первый – это категориальный подход, или подход на основе классов, когда выделяется несколько базовых классов эмоций. Как в данном случае на слайде показан пример шести базовых эмоций. Это радость. Это радость, удивление, страх, грусть, отвращение, гнев и также нейтральное эмоциональное состояние. При помощи речи довольно сложно проиллюстрировать слайды, поэтому я показал мимику лица. Это базовые эмоции. Есть также и расширенная категориальная модель эмоций. Она включает в себя и учитывает интенсивность эмоционального состояния, а также различные смешанные эмоции. Это категориальный подход, когда у нас есть четко определенные классы. Второй подход – это регрессионный подход, в котором у нас есть некоторое пространство эмоциональное. Например, данное эмоциональное пространство двухмерное было предложено американским психологом Джеймсом Брасовым. В нем есть два измерения. Одно измерение – это валентность, это ось Х. Валентность эмоций может быть положительная, может быть отрицательная. И есть активация психики человека. Активация может быть сильная, может быть слабая. Соответственно, по оси Y показана активация. Здесь каждое психоэмоциональное состояние человека показано точкой или некоторой окрестностью в данном пространстве. И его состояние психоэмоциональное можно измерить при помощи двух направляющих, двух координат – валентности и активации. Существует также и расширенное пространство эмоциональное, где к двум измерениям активации и валентности добавляется также доминантность гибель. Очень важным вопросом при автоматическом распознавании эмоций является наличие данных эмоционально окрашенной речи. Особенно на этапе обучения автоматической системы. Все базы данных или данные, которые собираются в данной области, можно разделить на три типа. Это естественные эмоции, наигранные или сымитированные эмоции, а также стимулированные эмоции. Первый класс баз данных характеризуется естественным поведением человека. Это когда в естественных условиях, в естественных ситуациях люди показывают свои естественные эмоции. К сожалению, таких баз данных очень мало, их сложно собирать, тут есть много проблем. Кроме того, данные характеризуются довольно сложными акустическими условиями. И, как правило, такие базы данных не сбалансированы. То есть каких-то классов у нас достаточно много, например, нейтральное состояние или же эмоция радости. Естественных условиях довольно сложно собрать такие эмоции, как страх или отвращение. Мы их довольно редко показываем. Базы данных имитированных эмоций обычно записываются в идеальных акустических условиях. Но имеют некоторые тоже недостатки. В частности, это некоторая утрированность таких эмоций. Хотя иногда возможно использование сценариев. Но, как правило, при записи таких баз данных приглашают студентов или приглашают актеров, которых просят, насколько возможно эмоционально сказать какую-то фразу. Как правило, даже одну фразу или несколько фраз. Ну, например, фразу «раз, два, три, четыре, пять» «вышел зайчик погулять». Нейтрально и радостно ее сказать легко, но, как и сказать, опять же, с отвращением или грустью, но это довольно сложная проблема. Все в данных базах данных зависит от способностей актеров или студентов имитировать эмоции. Ну и третий класс, который является компромиссом между естественными и наигранными эмоциями. Это стимулированные эмоции, когда разрабатываются специальные ситуации и сценарии. Предлагаются двум, как правило, актерам сыграть такую ситуацию. Они, насколько возможно, точно ее играют. Ну, в данном случае, это компромисс между естественностью и хорошими условиями записью. Для русского языка в настоящий момент существует несколько корпусов в национально окрашенной речи. У нас есть два исследовательских корпуса в нашей лаборатории. Первый – корпус Руслана, который был записан около десяти лет назад в СПБГУ. В настоящий момент права принадлежат коллегам, работающим в Америке. Но эта база данных у нас есть для исследовательских целей. В этой базе данных представлено шесть эмоций. Записан был 61 гектор. В нем присутствует категориальная разметка на уровне всех высказываний. На уровне каждого высказываний из этой базы данных. Всего высказываний более трех тысяч. Вторая база данных – это многомодальная база данных, РАМОС. Она была записана пару лет назад в Москве, компанией NeuroDataLab. Это профессиональная база данных. Приглашались актеры из МХАТа, молодые актеры. Всего были записаны диалоги десяти различных дикторов. Для них предлагали специальные сценарии. В базе данных порядка шестисот различных аудио-визуальных файлов и диалогов. Разметка также категориальная. Сделана не на уровне целиком фраз, а на уровне определенных сегментов некоторой длины, например, 3-4 секунды записи. Но это не все базы данных, которые существуют для русского языка. Есть также и другие базы данных. Например, база данных REC Московская, Russian Emotional Corpus. И база данных эмоционально-детской речи Emma Child True, которая была создана в СППГУ Ликсовой Еленой Евгеньевной. В создании этой базы данных мы принимали некоторые участия. Теперь на данном слайде показана общая архитектура системы автоматического распознавания эмоций, которая была нами разработана. Эта система работает в двух основных режимах. Первый режим – это режим обучения. Верхняя половина. Я думаю, что помните, вы не видите. И нижняя половина системы – это режим распознавания эмоций. В режиме обучения на вход подаются входные обучающие данные, базы данных. Происходит процесс предобработки и обработки этих данных, обучения вероятностных моделей. И затем эти обученные вероятностные модели используются на этапе распознавания эмоций. Распознавания и классификации эмоций. В этой системе используется расширенный набор акустических признаков, которые вычисляются при помощи открытого программного инструментария OpenSmile. Он нам позволяет вычислить довольно много признаков из аудиосигнала по различным группам. Это могут быть просадические признаки, фонационные, спектральные и энергетические признаки. Некоторые признаки представлены здесь на слайде. Всего базовых признаков 65 в этой системе. Но к ним применяются различные функционалы. Например, максимальное значение, минимальное значение, дисперсия и так далее. В итоге для каждого аудиофайла при помощи этого Toolkit мы можем посчитать порядка 6500 различных аудиопризнаков. Это огромное пространство аудиопризнаков. Естественно, оно будет избыточное. Поэтому для такого пространства применяются различные методы сжатия этого векторного пространства. Например, метод главный компонент и некоторые другие машинные методы. В итоге мы получаем пространство признаков размерностью 200-300 различных признаков. Это из 6000 начальников. То есть это будут информативные признаки, предназначенные для обработки именно этих данных. Из конкретной базы данных. Теперь мы проводили эксперименты по автоматическому распознаванию эмоций. В речи на различных языках, используя различные базы данных. Здесь слева, в левой колонке, показаны базы данных, которые мы используем и которые мы имеем для исследований. Тут базы данных русской речи, английской, немецкой, французской, турецкой, китайской и так далее. В результате наших экспериментальных исследований мы получили точность автоматического распознавания категории эмоций диктора от 60% до 85% для 5-7 различных базовых тихоэмоциональных состояний диктора. Причем мы проводили также межкорпусные исследования и межязыковые исследования, которые показали незначительное ухудшение точности распознавания эмоций диктора. Основные наши результаты в этой области опубликованы в хороших изданиях, в различных журналах. В частности, здесь, если вы видите, то с правой стороны, снизу, показаны ссылки на наши основные публикации. Так, и теперь вторая часть моего доклада будет посвящена не эмоциям, а более широкой области паралингвистики. И я расскажу про международные соревнования по компьютерной паралингвистики, которые проводятся ежегодно в рамках международной конференции InterSpeech, про которую упомянул Андрей Леонидович. Это огромная конференция, которая собирает больше двух тысяч участников каждый год. Данные соревнования по компьютерной паралингвистики, Computational Paralinguistics Challenge, впервые проходили в 2009 году, в общем-то 10 лет назад. Эти соревнования ежегодно проводит международная ассоциация СК, которая организует конференцию InterSpeech, также поддержаны Европейской ассоциацией по анализу эмоций и немецкой инновационной компанией Aldiria. Основателями и основными организаторами соревнований являются два профессора из Германии, Бьерн Шулер и Антон Батлер, которые очень широко известны в области речевых технологий. Кратко я продвигусь по тем соревнованиям, которые были за последние годы, но вообще за всю историю этих соревнований. Первые проходили в Великобритании в 2009 году, были посвящены анализу эмоций в речи по двум направлениям. Первое направление – это автоматическая классификация эмоций в речи взрослых людей. А второе – это конкурс открытых проектов по автоматическому параллогистическому анализу речи. Здесь эти направления перечислены и в скопочках указаны, кто победил в каждом конкретном конкурсе. Статьи победителей можно найти в трудах конференции Интерспитч, они все в свободном доступе. В 2010 году соревнования проходили по другим направлениям параллингвистики. Первое направление – распознавание возраста диктора по его речи. Второе – распознавание пола диктора по речи. И третье – распознавание состояния аффекта в речи. Точно так же победители соревнований, указанные в скобочках, я их зачитывать не буду. Третье соревнование проходили по двум направлениям. Распознавание состояния опьянения человека по речи и распознавание состояния сонливости человека. Я должен еще здесь сказать, изначально не сказал, что все базы данных, все данные предоставляются организаторами конкретного соревнования. Они покупают эти базы данных, они собирают эти базы данных, и дальше в открытом доступе предлагают участникам соревнований, кто угодно может в них участвовать. То есть свои данные здесь собирать не нужно. Если у вас есть свои данные, вы их можете использовать, это разрешено. Но данные обучающие, данные тестовые, они предоставляются организаторам. Далее. В 2012 году были такие направления, как распознавание индивидуальности диктора, анализ привлекательности голоса по акустическим признакам, распознавание патологии голосового тракта. В 2013 году направления были анализ акустических социальных сигналов, распознавание эмоционального состояния диктора снова, это наиболее популярный область в паралингвистике. Также предсказание о наличии аутизма. У диктора диагноз заболевания были предоставлены медицинские данные. Также распознавание конфликта между дикторами. Затем в 2014 году было два направления. Определение наличия умственной нагрузки у диктора и определение оказания физической нагрузки на диктора при говорении. В 2015 году первый раз мы участвовали в этих соревнованиях при интерспитте, участвовали неплохо. Интерспитте был в Дрездене, в Германии. Были три конкурса. Первый – это распознавание дикторов, которые говорят на родном или неродном для них языке. Победителями была команда из США. Второе направление – предсказание болезни Парпензона по речи. Тоже медицинские данные были предоставлены. Здесь победила совместная венгерская и немецкая команда. И мы выиграли третий конкурс, который был посвящен довольно необычной теме. Это автоматическое определение, есть ли человек во время говорения и классификация вида пищи, которую он принимает во время говорения. Организаторам были предоставлены такие данные. Довольно большая база данных. Немецкоязычная. В ней присутствовали 30 анонимных дикторов по 15 мужчин и женщин. Длительность таких данных была около трех часов. И, как я уже сказал, нужно было определить тип пищи, которую человек принимает в то время, как он говорит другим собеседникам. Дикторы принимали шесть типов различной пищи. Это яблоко – жесткий фрукт, банан – мягкий фрукт, нектарин – полумягкий фрукт, мягкая пирожная – бисквитная, чипсы – хрустящая еда. То, что можно, например, по хрусту определить. Жевательные конфеты типа хариба. И еще один класс, где люди говорили без какой-либо еды во рту. Задача выглядит немножко смешной, но у нее есть конкретные практические применения, практическая польза. Так, например, в перспективных системах автоматического распознавания речи ее можно использовать. Например, некоторые специалисты едят, когда надиктовывают протоколы, например, исследователи и врачи, когда они говорят, например, какому-то ассистенту. Это вполне естественная практика, поэтому автоматические системы не будут работать в таких условиях, нужна адаптация к условиям. Также системы распознавания дикторов, идентификации и верификации дикторов не будут работать в таких условиях, так как меняются характеристики голоса, когда рот у нас набит какой-то еды. Таким образом, важно создавать подобные адаптивные системы. И нами была разработана автоматическая система для анализа данных паралингвистических явлений в речи. Здесь представлена ее архитектура. Я технические детали, наверное, рассказывать не буду. Скажу только, что мы использовали OpenSmile признаки, дальше сужали это пространство признаков, использовали некоторое другое векторное представление в виде векторов Фишера, так называемых, и использовали каскадную нормализацию данных. Детально наша статья представлена в публикации, которая указана на слайде Мишка. Здесь на данном слайде показана матрица спутывания по всем семиклассам, которые я упомянул. Наша система хорошо достаточно могла распознать хруст еды, чипсы. Также хорошо распознавался класс яблока, тоже хрустящая еда. Некоторые классы распознавались хуже и путались друг с другом, например, банан и нектарин. Для них точность распознавания была невысокая. В данной задаче и в целом в данных соревнованиях используется количественный показатель не точности распознавания, а средней полноты распознавания, так называемый Unweighted Everett Shrinkov. Это связано с тем, что данные паралингвистические, как правило, не сбалансированы. Например, если мы определяем наличие какого-то заболевания, допустим, в болезни Паркинсона, то у нас с заболеванием будет, в среднем, можно сказать, один человек из ста. Соответственно, данных людей с заболеваниями у нас в сто раз меньше. Соответственно, если наша система будет просто выдавать один класс отсутствия заболевания, то наша система покажет 99% точности. Никогда она не будет показывать наличие заболевания, но точность работы такой системы будет 99%. Поэтому организаторы используют метрику полноты, а не точности. В данном случае независимо считается полнота для одного класса и для другого класса. Например, наличие заболевания или отсутствие заболевания. И, соответственно, если наша система предсказывает все время один и тот же класс, то средняя полнота работы такой системы всего 50%. То есть это не о чем. По этому показателю для данной задачи наша система показала результат 83%, что довольно хороший показатель. Это один из примеров компьютерных паралингвистических систем. Дальше, в следующем году мы также участвовали в соревнованиях. Они проходили в Сан-Франциско, в США, при Интерспич. Были три, опять же, конкурса. Распознавание родного языка диктора по англоязычным фразам победила команда из Португалии. Распознавание лжи диктора по речи победила команда из Франции. И это исследование в этом направлении у нас в лаборатории продолжается. Будет на конференции после пленарных заседаний секции. И моя коллега, аспирантка Алена Величко, представит доклад на эту тему. Мы выиграли в том соревновании в 2016 году конкурс по определению степени искренности высказывания диктора. Была предоставлена организаторами база данных извинений людей. Нужно было определить, они извиняются в реальных ситуациях, или они просто формально извиняются, говоря какую-то фразу извините. Соответственно, мы выиграли данные. В 2017 году принято в спич в Швеции. Были также три конкурса. Детекция наличия простуды диктора по голосу. Команда из Венгрии заняла первое место. В одном конкурсе победителя не было выявлено, так как никто не смог превзойти базовый результат организаторов черенда. Это было направление, связанное с определением того, обращена ли речь взрослого человека к другому взрослому человеку или к ребенку. Когда мы говорим с ребенком, мы говорим, особенно с маленьким ребенком, мы немножко говорим с ним по-другому. И еще было одно направление – распознавание одного из четырех типов крапа по звуку. Это соревнование выиграли мы вместе с турецкими коллегами. Были предоставлены медицинские данные из немецкой клиники, и, как оказалось, у крапа есть четыре различных типов. Их нужно было классифицировать. Затем, в прошлом году интерфрич был в Индии, и были четыре конкурса. Распознавание базовых эмоций у людей с когнитивными нарушениями. Победила французская команда определения степени эмоциональной окраски, речи дикторов, согласно их самооценке, победила та же самая французская команда. Третье направление определений типа крик или плача младенцев победила венгерская команда. И в последнем конкурсе победителя не было выявлено. Он был по направлению определения темпа биения сердца. При этом мы также участвовали в том соревновании, и заняли второе место в последнем конкурсе. Но наш результат оказался несколько хуже, чем результаты организаторов соревнований. Наконец, совсем недавно, в этом году, конференция была в Австрии, в Граце. И были четыре конкурса. Это распознавание звуков и вокализация маленьких детей. Второй конкурс распознавания одного из четырех австрийских диалектов. По речи у носителя это был регион Наштирия, и у них есть четыре диалета. База данных была предоставлена для них. Оба конкурса выиграла команда из Тайваня, из организации NVIDIA. Далее, третий конкурс определения степени сонливости диктора по голосу. Победила венгерская команда. И последний конкурс, который напрямую к паралингвистике не относится. Но база данных большого объема была предоставлена. Нужно было распознать вид дельфина по его звукам. Косатка, белуха и еще несколько видов. При этом мы заняли второе место в конкурсе Baby Sounds. И четвертое место в конкурсе распознавания австрийских диалектов. Далее, в общем-то, предпоследний мой слайд. Совсем недавно, в конце октября, также была другая конференция. ACM Multimedia, это тоже топовая конференция огромного масштаба конференция, связанная с обработкой аудио- и видеосигналов и мультимедийной информации. При ней также проводился челлендж, соревнование, связанное с аудио-визуальным распознаванием эмоций. И были три конкурса. Многоязычное распознавание эмоций по речи и выражениям лица человека. Были предоставлены многомодальные данные китайской, немецкой и венгерской речи. Победила китайская команда. Определение степени депрессии человека по его аудио, видео и текстовым данным. Победила индийская команда. И третий конкурс определения настроения человека после разговора с другим человеком. Победила совместно китайская и бельгийская команда. Мы участвовали, статья наша опубликована и заняли третье призовое место в первом из конкурсов. Собственно говоря, в заключении кратко скажу, что были представлены только основные актуальные задачи в области. Компьютерный паралингвистики. В моем докладе акцент был сделан на свежих разработках и результатах нашей лаборатории в речевых многомодальных интерфейсах, SPIRAN. Ну и необходимо упомянуть, что по данному направлению мы ведем проект, поддержанный Российским научным фондом, в котором я являюсь руководителем. И ногами в последний теперь слайд, он уже просто красивый. В следующем году мы проводим конференцию по речевым технологиям, конференция речи и компьютер. Будет проходить уже 22-я международная конференция в Петербурге в октябре 2020 года. Десять лет она не проводилась в России. Мы решили вернуть ее. Когда-то первую конференцию проводили Косарев и Петровский. Она проходила, по-моему, в ваших стенах здесь. Глинарная точно была здесь. Глинарная она была здесь. А в последние годы она неизменно была за границей. В этом году была Турция, Германия, Англия и так далее. Но мы решили вернуть ее на руки. Поэтому я хочу вас пригласить. Спасибо, Олег. Спасибо за ту ющи.